Аллилуйя Квали, душа моя, Господа Аллилуйя, о, проли Квали, душа моя, Господа Квали, душа моя, Господа Аллилуйя, о, проли Душа моя, Господа Б Byzetz Покая жизнь, пока я жизнь славлю Бога И буду петь ему, пока я есть Боли, душа моя, Бога И воздавай ему славу и честь Боли, душа моя, Господа Аллилуйя, о Боли Боли, душа моя, Господа Боли, душа моя, Господа Аллилуйя, о Боли Боли, душа моя, Господа Боли, душа моя, Господа Боли, душа моя, Господа И буду петь ему, пока я есть Боли, душа моя, Бога И воздавай ему славу и честь Боли, душа моя, Господа Хвали, душа моя, Господа Хвали, душа моя, Господа Хвали, душа моя, Господа Иисус невозможно не славить тебя Когда ты с собой наполняешь меня Когда я вспоминаю все дела твои Все милости твои, чудеса твои Иисус невозможно не славить тебя Когда ты с собой наполняешь меня Когда я вспоминаю все дела твои Все милости твои, чудеса твои Славлю, славлю, славлю тебя День от дня, день от дня Ночью и днём ищу Тебя, мой Бог Славлю, славлю, славлю Тебя День а до дня, день а до дня Ночью и днём ищу Тебя, мой Бог Боли, душа моя, Господа Боли, душа моя, Господа Боли, душа моя, Господа Алилуйя, Ох, боли Аллилуйя, Иисус, вся эта слава возносится к Тебе, Иисус Ты достойн этой славы, Ты достойн этой чести, Господь наш Бог Мы благодарны Тебе за то, что Твоя милость вновь и вновь обновилась к нам Спасибо Тебе за это, Господь, Ты Господь над всей землей Ты царь царей, Ты Бог богов и Ты достойн славы, чести и плавы Аллилуйя Ты землогущий Бог, сила и крепость моя Господь земли и небес Бог Израиля Мудрость и сила Твоя, слава и честь Твоя Благословенный Господь, мы славим Тебя Увидимся Тебя Тебя на облаках Адонай, Адонай, поклоняюсь я Тебе, мой Сайд Адонай, Адонай, Своей славой землю наполняй Адонай, 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 мы убедить хотим Твою силу и мощь Всем могущий Бог, сила и крепость моя Увидимся земля Тебя на облаках Адонай, 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 поклоняюсь я Тебе, мой Сайд Адонай, Адонай, Своей славой землю наполняй Адонай, Адонай, поклоняюсь я Тебе, мой Сайд Адонай, Адонай, Своей славой землю наполняй Адонай, Адонай, ты Господь Ты Господь над всей землей 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы любим Тебя, Бог наш и Царь Ты достоин того, чтобы каждое колено Но преклонилось пред Тобой И прославило Тебя, Господа, Господствующего Слава Тебе! Истинный свет спустился во тьму Открыл мне глаза, и я увидел Твою красоту восхищаюсь Тобой, надежда всей жизни моей Я пришел прославить, сердце поклониться Я пришел сказать, что Ты мой Бог Ты, Господь, прекрасен, Ты один настоим Ты один все для меня, мой Бог Я пришел прославить, сердце поклониться Я пришел сказать, что Ты мой Бог Ты, Господь, прекрасен, ты один настоим Ты один все для меня, мой Бог Ты, Господь, прекрасен, ты один настоим Ты, Господь, прекрасен, ты один настоим Суб Ты, Господь, прекрасен, ты один уход Ты рядом с eliminate money Он унив死 в землю ereal Вот я во все, если Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними меня». И опять говорит в 14-м, «Возврати мне радость спасения твоего, духом владительственным утверди меня». Слава Ему! Поэтому мы все здесь. Поэтому Бог нас благословляет обильно, и мы не только прославляем Его через словословия наши, через песнопения, но в постоянном, каждодневном служении перед Его лицом. Одно из этих мы приносим в наши жертвоприношения. Мы знаем, что кто-то нуждается больше нас, и поэтому мы желаем поделиться. Будьте благословены! Любимый Иисус, как ты прекрасен, Любимый Господь, мне тебя не родней. Любимый Иисус, как ты прекрасен, Любимый Господь, мне тебя не родней. на земле и дай о тебя тебя и тебя иисус как ты приказ тебя иисус Любимый Иисус, как Ты прекрасней, Любимый Господь, любимый Господь, нет Тебя мне родней. На земле и на небе, нет Тебя прекрасней, На земле и на небе, нет Тебя мне родней. На земле и на небе, нет Тебя прекрасней, На земле и на небе, нет Тебя мне родней. Любимый Иисус, как Ты прекрасней, Любимый Господь, любимый Господь, нет Тебя мне родней. Любимый Иисус, как Ты прекрасней, Любимый Господь, любимый Господь, нет Тебя мне родней. На земле и на небе, нет Тебя прекрасней, На земле и на небе, нет Тебя мылей. На земле и на небе, нет Тебя прекрасней, На земле и на небе, нет Тебя мылей. Любимый Иисус, любимый Иисус, Любимый Господь, любимый Господь. Аллилуйя, воздай Иисусу славу. Он прекрасней, Он и великий. Только благодаря Ему Ты сегодня святой, Только благодаря Ему Ты сегодня оправданный. И все это не от нас, это все Божий дар. Не от дел, чтобы ни один человек не мог хвалиться перед Богом. И единственная причина, почему мы попадем на небо, потому что Иисус. Вся слава Ему. Аллилуйя. У нас сегодня в собрании сестра Мария, она хочет стать членом нашей церкви, мы сейчас помолимся за нее сразу. Пожалуйста, сестра Мария, идите, мы помолимся за вас. Давайте мы ее поприветствуем. Она почти родственница Аджигерея, почти. В Америке 10 лет, в нашем штате год. Самая родом из Молдавии и желает быть вместе с нами, вместе с нами служить Господу. Мы помолимся, чтобы Господь дал ей благодать, исполнить Божью волю, чтобы она могла прирасти, чувствовать себя уютно и не чувствовать себя одиноко. Аминь. Давайте мы благословим ее. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за сестру Марию. Мы благодарны Тебе за то, что Ты однажды спас ее. Ты пришел в ее сердце, Ты пришел в ее жизнь, и Своей кровью Ты уничтожил все ее грехи. Отец, мы благодарим Тебя за то, что все эти годы Ты хранил ее и оберегал ее. И до сегодняшнего дня она в Твоих руках, Господь, слава Тебе. Бог, она желает вместе с нами служить Тебе на этой земле, исполняя Твою божественную волю. И мы молим Тебя, благослови ее сердце. Пусть Твой божественный мир наполняет ее. Пусть Твоя благодать покрывает ее. Отец, сохрани ее от всякого зла, от всяких болезней и несчастий. Помоги ей прирасти к этой поместной церкви, чтобы она чувствовала себя частью Твоего организма, чтобы она могла служить теми дарами, которыми Ты обогатил ее для славы Твоей. Помоги, Господь, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой. Мы открываем наше сердце и мы принимаем ее в нашу семью во имя Иисуса Христа. И мы высвобождаем все Твои благословения в ее сердце и ее жизнь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сохранишь ее, Ты благословишь ее, Ты укрепишь ее и Ты проведешь ее. Тебе мы даем славу, Тебе даем честь и хвалу, Царю и Богу нашему во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Будьте благословены. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Как я сказал, у нас сегодня продолжается молодежная конференция. У нас сегодня благословенный Божий муж. Он небольшого роста, но внутри он большой. Аллилуйя. Иди сюда, Владимир Савчук. Мы слышали два дня хорошее помазанное слово. Молодой человек, но имеет опыт с Богом. Аллилуйя. Пусть Господь благословит тебе. Спасибо. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, братья и сестры. У вас здесь, конечно, холодно в городе, но не надо, чтобы было холодно в церкви. Аминь. Наш Господь есть велик, и Он достоин всей славы и всей чести. Аминь. И у нас замечательное время. Вы замечательные люди. Ваша молодежь очень замечательные люди. Классные ребята и девчонки. Мы своей женой очень имели большое и хорошее время здесь. Замечательное время в пятницу и вчера, и также сегодня. Я сам родом из Украины. Родился в Волынской области, Луцкий район, в Луцке. 1261 день назад я женился на моей жене, которая является москвичкой. Она из Москвы. Поэтому я украинец, она русская. И Господь нас благословил. Я уже в Америке где-то 13 лет проживаю в штате Вашингтон. Там тоже холодно, как у Вас. Но с Господом всегда жарко. Господний огонь всегда греет нас. Аминь. И я очень рад быть здесь. Я благодарю Вашу церковь, Давида, руководителя молодежи, и также пастора за эту возможность быть здесь. Я сразу прошу извинения. Потому что мой русский, он как винегрет. Там и украинские слова есть, и английский. Там может испанский еще чуть проявиться. Поэтому вы то извините. Кушайте мид, как говорят по-английски, выкидывайте бомс. И это. Поэтому я верю, что Господь хочет проговорить и благословить нас. Наша просто церковь, она с самого начала была начата моим пастором Василием Пархатюком. И видение церкви всегда было, чтобы приглашать людей, которые не знают Господа. У нас очень малое славянское население в нашем городе. И поэтому церковь была настроена для того, чтобы приводить англоговорящих или людей, которые не знают Бога. Не всегда, ну, русских, потому что у нас не было русских. И с самого начала церковь была настроена на то, чтобы проповедовать по-английски. И я уже давно по-русски не разговариваю, но моя жена мне помогает. И с Божьей помощью. Давайте мы сейчас пойдем в Божье Слово из числа 11 глава, 2 стих. Или 1 стих тоже. Народ начал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорел у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возупил народ к Моисею, и молился Моисей Господу, и утих огонь. Вообще-то 11 глава, 31 стих. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону. И я просто переверну еще 14 глава и 2 стих. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Если мы пойдем еще в Новый Завет, и 1 Коринфянам, 13 глава, и 13 стих. Один стих, который мы все знаем, этот стих. «И теперь пребывает сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Давайте мы сейчас просто вкратко помолимся. Господь, я благодарю Тебя за милость, за благодать Твою. Я прошу Тебя сейчас, чтобы Ты открыл наши сердца к Твоему Слову. Я прошу, чтобы Ты открыл мои уста, чтобы провозгласить то и рассказать то, что Ты положил на мое сердце, Господь. Мы смиряемся перед Духом Святым и просим Твоей милости и Твоей благодати. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу с вами поделиться не чем-то новым, о котором вы, может, не слышали, а о том, о этой истории Израиля, как Израиль вышел из египетской земли, из рабства, и как Господь их освободил через кровь Агнца, как это символизирует кровью Иисуса Христа. И потом мы видим, что они провели 40 лет с Китая, с пустыни, хотя эти 40 лет должны были быть там просто пару месяцев, но из-за их ропота и неверия они провели там намного дольше времени. Но целью их выхода из Египта была обетованная земля. Они вышли из Египта не для того, чтобы просто освободиться от рабства. Они вышли из Египта для того, чтобы у них было большое назначение для их выхода из Египта. Это была обетованная земля. Это была земля, которую Господь приготовил для их. Пустыня – это не было их дом, это не было их место жительства, хотя пустыня стала для некоторых и многих из них место их смерти. Пустыня – это было время, когда они должны были пройти через это время и войти в обетованную землю. И очень часто обетованная земля, она символизирует для многих христиан место мечты и место Божьих благословений и место Божьего прорыва в жизни человека. Но я хочу сегодня применить это в нашей жизни, как обетованная земля является для нас, как христиан, надежда, которую мы имеем, как верующие люди о небесах. Каждый из нас, который живет на этой земле, умрет. Статистика говорит, что 10 из 10 умирают. Ты и я, мы умрем. Рано или поздно, от болезни или просто в старости, но мы из этой земли уйдем. И очень важно, чтобы мы, как христиане, чтобы мы жили нашу жизнь, готовясь к этому дню. Я помню, когда я был мальчиком, и мне было где-то 10-11 лет, мы шли в школу, и нам надо в Украине было всегда ехать через автобус. Это брало там где-то минут 30. И сосед предложил, чтобы дать свои машины завести на школу. И мы, конечно, сильно обрадовались. Это дало нам больше времени поиграться, как мальчики. И мы пошли к моему другому соседу на качели. У него была такая сильная, сильная качели дома. У них был там асфальт в driveway. И такие железные, большие, там можно 6 человек сесть в эти качели. И между качелей и асфальтом там было вот столько места. И мы, короче, раскачались так сильно. Вместо того, чтобы сидеть на сиденье, мы встали, короче, и давай там качаться. И просто наслаждались жизнью, готовы были идти в школу. И вдруг, как мы раскачали эти качели, я стоял на качелях. А мой друг, он сидел. И мы решили поменяться местами, как раскачивали эти качели. И я просто седаю, а он поднимается, и он опускается рукой. И вместо того, чтобы держаться за эти качели, он головой падает вниз. И качеля прямо на моих глазах идет вниз. И половину его головы просто убрала. И он умер. Я две недели не мог говорить. Я был в шоке. Как можно в 11 лет иметь с собой портфель, готовиться в школу, и не знать, что когда ты седаешь на качели, с тобой на качели седает смерть. Я всегда рос, зная, что смерть приходит, когда тебе будет 80, 90, 70, ну, может, 60. Но не может быть, что в такие ранние годы, когда ты живешь жизнью, наслаждаешься, ты просто даже маленький ребенок или тинейджер, 20-30 лет, и что смерть, она не ждет тебя там, но она ждет тебя здесь. Что каждый раз, когда человек садится в машину, каждый раз, когда человек поднимается или сидится на самолет, или в любое время, что смерть не ждет нас там, но она всегда рядом с нами. И счастливы те люди, которые получают от докторов предупреждение, что у тебя есть 6 месяцев, 3 недели или 3 дня. Но многие из нас, мы уйдем из этой земли, и мы не будем иметь одной минуты, чтобы приготовиться. Когда мой дедушка, 7 лет назад, было в среду служения, хорошее служение, молитвное служение было, и он был там у моего дедушки, 16 детей, благословенный, все было у него, все классно было. И в четверг утром он проводил один из своих grand children, один из своих внуков, за ними ухаживал, и что-то у него была боль, где-то здесь в сердце, что-то маленькая боль пришла, и у него был свой доктор, он решил просто пойти принять душ, и чтобы пойти к доктору на проверку, что-то маленькая боль здесь появилась, он не знал почему, и он зашел в душ, и в душ зашла смерть. И она ему не дала 3 минуты, чтобы позвонить всем своим детям, или своей жене, с которой он имел 16 детей. Она ему не дала 3 даже секунды, чтобы приготовиться. Она пришла, и она его взяла. И через час моего дедушку нашли, и он уже был мертвым. Смерть, как для христиан, это не страшно, это переход. И мы должны понять, как христиане, у нас есть надежда. И эта надежда говорит о том, что мы будем жить вечно, и мы будем жить вечно на небесах. Но проблема с этой надеждой очень часто, это надежда, как запасное колесо в багажнике. Мы его только вынимаем, тогда, когда кто-то умирает. Когда кто-то умирает, мы только тогда начинаем поднимать эти благословенные обетования. И эту надежду о том, что вот скоро, когда-то, Господь, мы там будем в вечности. Но когда мы живем нашей жизнью, ходим в школу, женимся, дети, бизнес, работа, очень часто эта надежда о небесах, она скрыта там, где-то в багажнике, и никто его не поднимает. Мы этим не живем, а мы живем нашей жизнью. И очень часто в жизни бывают трудности. И эти трудности настолько давлят нашу жизнь, потому что надежда на небесах не должна быть в багажнике, она должна быть нашим колесом, которым мы живем каждый день нашей христианской жизни. Надежда о том, что мы будем жить вечно, она не должна быть запасным колесом, это должна быть нашим бензином. Это дает жизнь каждый день. Когда вы были в Украине или в России, и вы знали, что вы прилетаете в Америку. Многие из нас, в моей, в мой case, что у нас была такая большая мечта, и Америка, она была так представлена для нас, что это как похоже на обитованную землю или как-то близко к небесам. У нас так представили в Украине. Показывали фотографии, показали, что можно мороженое кушать, много мороженого можно кушать. и не надо много платить. И там Вэлфер есть, еще 10 лет назад Вэлфер там много давал. И такая классная земля, там дороги, там ям в дорогах нет, там вообще, ну, просто такая классная земля. И три месяца перед тем, как мы уехали в Америку, моя жизнь уже изменилась в Украине. Я был настолько полный радости. Все проблемы, они не были проблемами. Я через все проходил, как орел, просто над всеми проблемами, просто летишь, там в школе проблемы, ты на это да не смотришь, у тебя поулыбка, у тебя радость, у тебя жизнь. Почему? Потому что ты знаешь, куда ты едешь, там будешь жить всегда. И назад сюда не будешь приезжать. А для меня, как 11 лет, 13 лет, это было, это счастье. Мои друзья мне завидовали. Ты туда едешь, нас с собой возьми. Это была жизнь, просто довольна, радости, хотя были проблемы. Почему была эта радость? Потому что мечта жить в Америке, это не было запасное колесо, это было колесо, на котором я каждый день жил. Я об этом думал, об этом мечтал, это варилось в моем духе и в моей душе. Но я в Америке жить долго не буду. И Америка, это необитованная земля. В Америке тоже бесы есть. В Америке тоже дьявол есть. В Америке тоже есть греха и полно его. В Америке тоже проблемы есть. В Америке есть болезни. Америка, это просто та самая земля. Может, чуть-чуть смысл жизни или работы чуть больше, может, денег чуть больше, но все равно Америка, это не небо. Что было бы, если небеса, это была мечта, которая жила бы в нашем сердце каждый день. Проблемы, через которые мы проходим сегодня, они не были такими же сильными, которыми они являются в нашей жизни. Израиль забыл, куда они идут. Израиль потерял это из повестки дня. Это не было уже в сердце. И очень часто они говорили, что мы хотим идти назад. Надоело нам все это. Мы хотим умереть здесь. Потому что, когда ты теряешь видение, и при твоими глазами ты не видишь, куда ты идешь. Я не имею в виду прорыв жизни. Я не имею в виду исцеление, благословение, и хороший дом, и дети, и семью. Это все хорошо, и это все на своем месте. Но для нас мы знаем, что наши глаза, они должны смотреть дальше за это. И когда это не стоит пред глазами, трудности жизни, пустыня жизни, рано или поздно, она так подавит человека, что человек просто не захочет жить. Не потому, что хочет быть с Богом, как апостол Павел говорил, а потому, что просто устал от тяжести жизни. Мы должны понять, что есть три уровня жизни. Мы вечные люди, мы будем жить вечно. У нас было начало, но у нас не будет конец. Первые девять месяцев мы прожили в утробе. Некоторые из вас чуть раньше туда вышли, некоторые чуть дольше, но девять месяцев приблизительно вы пожили там. Вы были живы, хотя вы не были на земле. И в девять месяцев, когда вы были там, это хорошо, что там апартмент не построили, хорошо, что машины не имели там. Там ничего не имели. Кушали, мама кормила каждый день. И туда тоже в утробе и в туалет ходили каждый день. Назад все маму посылали. Но вы там не устраивали сильно жизнь, потому что через девять месяцев вы из этой жизни вышли. Все плакали, когда вы оттуда выходили. Мама плакала, вы плакали, все плакали, потому что это было больно. Но вы вышли из мира, где была тьма. Вы вышли из мира, где было ограничение. И где не было много пространства. Вы пришли в другой мир. В мире, где вы можете сами за собой ухаживать, жениться, строить дома, иметь детей, иметь бизнес. Но придет время, и кто-то раньше, кто-то чуть позже выйдет из этого мира, из этой утробы, которая чуть-чуть больше, как утроба, в которой мы прожили девять месяцев. И тоже будут все плакать. Все будут плакать. Родственники, друзья, потому что вы будете уходить из утробы, которая называется земля. И мы потом пойдем в другой мир, в котором не будет конца. в мир, в котором нету ограничений. Библия говорит, не будет слез и не будет страданий. Что было бы, если я вам сказал бы, что мир в утробе, он настолько классный, что там можно устроиться, пустить свои корни и начать мечтать, как бы его продолжить, как бы чуть-чуть дольше в этом побыть. Как вы бы сравнили мир на земле и с мир в утробе? Ну, конечно, нет слов объяснить ребенку в утробе, что ожидает его на земле. Он велисопеда никогда не видел. Он никогда не видел домов. Он никогда не видел деревь. Он никогда не видел море. Он никогда не видел горы. Нет слов, которым можно объяснить маленькому ребенку, который живет в утробе, что есть другой мир, в который он идет, и он даже не знает. Он никогда не может на ум прийти то, что его ожидает. Нет слов объяснить. Он свою маму никогда в жизни не видел, хотя в нее верит, потому что она его носит. Но приходит время, он видит этот мир. Мир вечности сравним и с миром на земле. Это так само, как сравнить мир на земле и с миром в утробе. Библия говорит, нет слов. На ум человека не приходило то, что Бог приготовил для тех, которые его любят. Нельзя взять вечность ни в каком случае и как-то принести человеку, который живет на земле. Он никогда этого не поймет. И туда ты и я идем. Поэтому Иисус говорит, не сильно укореняйтесь в этом мире. Говорит, складывайте все туда. Поэтому Иисус говорит, когда вас бьют, радуйтесь. Почему? Вы скоро из этой утробы уйдете. Когда даже бесы уходят от людей, Иисус сказал, это классно, это хорошо, но, говорит, ваша радость должна быть там, потому что вы-то будете жить в вечность и в тот мир, куда вы идете. Вы просто не можете представить, что вас ожидает. Я знаю, вы думаете, что у вас есть новый айфон, и это уже все самое классное. Или у вас классная машина, которая быстро ездит, или может свой самолет, или много денег, и вы были где-то в Мексике на вакейсоне. Это так классно. Это все, Бог смотрит на это и говорит, ты просто не понимаешь, что ждет тебя. Интересно, что каждый, который родится на земле, не хочет назад идти в мамону тробу. По этой причине, когда люди умирают и идут на небо, а назад на землю идти не хотят. По той самой причине. Я знаю, я не говорю о том, что мы должны здесь на земле хотеть просто, чтобы побыстрее умереть. Но когда мы пойдем на небо, я не думаю, что кто-то из нас будет на небе просто страдать от того, что дай бы Господь пожил бы еще с годик, подышал бы этим грешным, конченным воздухом на земле, болезни, проблемы, искушения. Еще бы еще с пять лет. А мы на земле здесь разные таблетки, в джим ходим, всем занимаемся, чтобы хотя бы на десять лет еще протянуть. Не для того, чтобы там больше Богу послужить, а чтобы просто чуть-чуть больше, хотя бы чуть-чуть больше. К доктору. Это все классно, это все хорошо, но когда мы пойдем на небе, я слышал шутку, пошел бабушка, дедушка, пошли на небо, и тут дедушка ему предлагает ангела кушать всю еду, и он смотрит, там и много калорий, и он кушает, все кушает. Пришел к своей жене и просто по морде ударил и говорит, если бы не твоя тупая диета, мы уже здесь были бы десять лет назад. я не ободряю вас, чтобы не быть на диете и не ходить в спортзал и не заниматься всякими этими хорошими делами. Мы должны на земле здесь прожить чем подольше, потому что бы исполнить Божьи воли, но мы должны помнить, что у нас есть обитованная земля. Братья и сестры, если у тебя есть проблемы сегодня, пожалуйста, вспомни, куда ты идешь. Выйми небо от доктрины, и пусть оно станет твоей радостью. Пусть это не будет где-то на полке в Библии, при похоронах, где-то там в багажнике, а пусть это станет твоим бензином. Пусть это станет твоей радостью. Когда приходят трудности, когда приходят хорошие времена, пусть это станет небеса, куда ты идешь в вечность. Всегда помни, это земля, это просто утроба, в которой ты сейчас живешь. Не сильно укореняйся здесь, потому что, когда приходят проблемы и давление, тебе будет очень больно. Пускай свои корни туда, где ты будешь жить не 70 лет, не 900 лет, и не 9000 лет, а где ты будешь жить без конца. И там конца не будет. Все, что ты здесь строишь, все, на чем ты сильно так работаешь, все, что ты вкладаешь, каждый день, столько времени и столько денег. Когда тебя похоронят, все это в твой гроб не положат. Твои родственники, наверное, наймут лоера, чтобы там между собой ссориться, кто сколько возьмет, и все. Но ты уйдешь сам. Всегда помни об этом. И всегда живи христианской жизнью с надеждой о том, куда ты идешь. Аминь. Мы знаем, что Израиль не только имел мечту о обитованной земле, Израиль тоже во время пустыни они переживали очень сильное благоволение и милость Божию. Мы видим, прочитали мы одно место, где, когда у них были проблемы в пустыне, что Бог очень часто сверхъестественно вмешивался просто в их обстоятельства и приносил ману каждый день, приносил там разные благословения, вода из камня была, там просто классные Божьи благословения были в пустыне. Пустыня это не была обитованная земля, но пустыня это тоже не был Египет. Мы должны понять, что на земле, хотя это наше желание, чтобы воля Божия пришла на землю, как она на земле, на небе, чтобы Божье царство оно пришло, это наше желание, но мы должны понять, что эта земля, она не есть и она не будет небеса. На эту землю, даже когда приходит пробуждение и города изменяются, мы должны все равно помнить, что эта земля, она не изменится до тех пор, пока не придет Царь Царей и Господь Всех Господь. Только Он все поставит на свои места и только Он принесет небо на землю. Наши попытки, молитвы, пробуждения, исцеления, изгнания бесов, все это, оно принесет благословение людям, но все равно эту землю в небеса никто не превратит, кроме Него. Но мы не должны позволять нам спускаться на тот уровень, чтобы позволить нашей жизни на земле превратиться в ад. Мы не должны позволить, чтобы это, это путешествие, чтобы оно стало рабским Египтом для нашей жизни. Потому что мы, как христиане, 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих, прочитали, что у нас не только есть надежда о том, что мы идем на небо, и мы этой надеждой должны жить сегодня, но у нас тоже должна быть вера. А вера это не на завтра, вера это не на вчера, а вера действует сегодня. Вера это сейчас, чтобы Господь коснулся и помог, провел, дал свой прорыв и дал свою милость. Аминь. Мы знаем, что когда Израиль был в пустыне, они переживали Божьи благословения. Например, манна. И некоторые сверхъестественные проявления Божьи, они были только в пустыне. Интересно, мы считаем, что когда они вошли в обетованную землю, манна перестала приходить в их жизнь. Там уже не было больше манны, там уже не было этих сверхъестественных проявлений, они просто прекратились, остановились. Они только были для пустыни. Когда ты пойдешь на небо, и ты уже увидишь Господа, ты увидишь Иисуса, ты будешь чувствовать Духа Святого в такой мере, в которой ты никогда здесь не чувствовал, у тебя появится великая вера изгонять бесов, но проблема будет, что их не будет уже. У тебя никогда такой веры не было на земле, которая появится на небе воскрешать мертвых, но мертвых уже не будет. И молиться за исцеление от рака и просто разных проблем появится такая сильная вера, но проблема в том, что не будет болезни и не будет где тебе твою веру уже применить. У тебя появится большое сожаление к людям, чтобы и привезти к Господу, но проблема, что уже не будет людей, которые надо привезти к Господу. Все чудеса, дары Святого Духа, исцеление, изгнание беса, воскресение из мертвых, исцеление от разных неизлечимых болезней, эти Божьи сверхъестественные вторжения в жизнь человека только происходит на земле в вечности оно остановится. Поэтому мы как христиане мы сегодня должны просто выжать все Божьи благословения, всю милость Божью на этой земле, зная, что на небесах она остановится. Ее не будет, там не будет нужды. Даже если ты хочешь и Господь тебе на компьютере сделать бесов, чтобы ты на компьютере их изгонял, и так наверное не будет, там просто не будет, у нас не будет такой возможности. У нас есть сегодня и только сегодня возможность видеть исцеление, изгнание бесов, спасение людей, изменение жизни и судьбы человека только на земле. И эти чудеса, когда ты умираешь, они перестают, их на небесах не будет, потому что там будет совершенный мир. Аминь. Но очень часто мы на этой земле не делаем попытки на это. Очень часто стыдимся, боимся евангелизировать, приглашать людей, английского не знаю. Интересно, что можем найти работу, получить свой pay check, а не можем пригласить человека в церковь. Можем все по-английски сделать, только не могу евангелизировать. Обзвать своего соседа могу, но не могу евангелизировать. мы должны упражнять свою веру здесь на земле, молиться за больных, приглашать людей к Господу и делать то, потому что мы должны понять, что на этой земле эти чудеса только для этой земли. Дары Святого Духа только для этой земли. Там уже им не будет предназначения, там не будет этих проблем, через которые мы можем эти дары использовать там на небесах. И мы должны это сегодня делать на земле. Очень часто люди принимают такое понимание, что Господь хочет, чтобы мы на земле сильно страдали. Ну, будто вот Иисус сказал, что когда вас будут гонить и будете страдать, то вы должны просто терпеть, переносить все с терпением. Вот все ученики, они страдали, у всех они были проблемы. И это правда. И Иисус говорит, что у нас будут трудности и у нас будут страдания. Но эти трудности и эти страдания, Он всегда говорил, какие страдания и какие трудности. Эти трудности и страдания, о которых Он говорил, это будут те трудности и страдания, когда мы живем в воле Божьей и на нас приходят люди, которые Бога не принимают, нас начинают преследовать. И Он говорил, что эти трудности и эти страдания придут в жизнь христианина. И что Он не гарантирует и не обещает нас от этих трудностей сохранить и не повелевает нам против этих трудностей противостоять, но уповать на Его милость, Его благодать и Его защиту и поддержку в этих трудностях. Но Он не обещал, что нас не будут преследовать, садить в тюрьму или даже убивать. Он не обещал, что наши дома не будут спаливать и наших детей не будут забирать от нас, потому что мы служим Господу. Он говорил, что даже в этих трудностях, когда это будет происходить, я проявлюсь и помогу, но не обещаю, что я тебя защищу на сто процентов. Но в трудностях, которые Бог сказал нам противостоять, это болезнь, нападки дьявола или всякое коварное проклятие, которое приходит в жизнь человека, эти вещи, они не от Господа. И эти вещи Господь не сказал просто переносить, а Он сказал и дал нам власть, и дал нам обетование, и дал нам Святого Духа, чтобы против этих вещей воевать, стоять в вере и стоять против их. Очень часто мы, как христиане, мы принимаем трудности, против которых Бог нам на власть, а трудности, которые Бог сказал, что даст нам силу и терпение, мы стоим против, воюем против, идем против государства, то и все, поменять, поломать все, чтобы нашу христианскую веру почитал мир. Господь сказал, нас почитать не будут, Он сказал, нас будут садить в темнице, Он сказал, нас будут даже распинать, убивать, будут это все делать, но Он говорит, что никогда нас не вставит, нам всегда поможет, но не всегда Он нас избавит от этих трудностей. Но насчет болезней, проклятия, дьявольских нападков, этого мы должны противостоять, против этого. твердой верой и гнать бесов, изгонять проклятия и просто стоять против нападки дьявола. В этом Господь всегда нам даст помощь. Иисус не умирал от рака. Ученики Иисуса не умирали от болезни. Они умерли, потому что они служили Господу и пред даже их назначенной смертью их увели с этой земли и их убили. Поэтому мы должны как христиане должны понять, что это не воля Божья для того, чтобы мы жили болезнью. Это не означает, что если человек имеет болезнь, он в грехе, не имеет веры или это все. Это просто означает, что он должен воевать и стоять против и ожидать Божьего чуда на этой земле, потому что там на небесах Божьих чудес не будет. Аминь. Я знаю, многие люди говорят, ну, сейчас такое движение даже пошло в христианстве, что Господь вот исселял, когда был на земле, и Он это делал только для того, чтобы доказать людям, что Он Бог. Ему было по барабану, там, больной ты или ты нет, им все равно. А Он просто хотел доказать, я Бог, вот тебя исцелил, тебе дал чуть-чуть, чтобы ты там успокоился, а чтобы свое имя поднять. Понятно, это правда, что исцеление, изгнание бесов, они подтверждали то, что Иисус был, есть, и Он будет Сыном Бога. Но мы не видим этого в Библии, что Иисус исцелял, чтобы доказать, что Он был Бог. Мы видим наоборот, что с сожалением Он относился к людям. Дядя, который сегодня играл здесь на пьяно, я, что, если я вам сказал бы, что Он сегодня играл здесь на клавишах, чтобы доказать, что у Него есть пальцы. Он просто здесь играл только для одной причины, чтобы всем вам доказать, что у Него пальцы работают. Это шутка. Вы подумали, что у меня что-то неправильно с головой. Почему? Потому что Он не играет для того, чтобы доказать, что у Него есть пальцы. Да, это доказывает, когда Он играет, что у Него есть пальцы. Но Он играл для того, что Он любит играть музыку и Он любит славить Господа. И Иисус не исцеляет только для того, чтобы доказать, что Он есть Бог. Он исцеляет, потому что Он любит тебя и потому что Ему небезразлично. Он создал твое тело и Он не создал его с болезнью. Аминь. Может, очень часто люди, мы молимся за исцеление и вот не получают. Нет, человек не получает исцеление. И бывает даже очень часто, где люди умирают в болезни, хотя они много получили молитв за исцеление. И люди, которые смотрят на это, говорят, ну вот смотрите, вот смотрите, вот домолились молиться за исцеление. И многие люди, они очень сильно обижаются против Господа и перестают молиться за исцеление. Перестают молиться за милость Божию. Не хотят просто, чтобы, ну, небес, небесоскуражиться, чтобы, просто, не буду просто брать риском. Представьте, что было бы, если в вашем городе, в вашем городе, в нашем городе, почти каждый человек, который умер, он был у доктора. Он был в госпитале. Он ходил туда. И когда человек умирает, после того, как он посещал госпиталь, ни одна госпиталь в нашем городе не закрывается. Ни один доктор не говорит, ну все, вот смотри, пять человек в этот год пришло в мой офис и пять человек умерло. Все, ухожу. Наоборот, он говорит, что я буду изучать больше, буду искать другие методы, мы будем стараться вкладывать больше денег для того, чтобы узнать, как можно, чем поменьше людей, которые приходят в мой офис, потом умирали от этой болезни. Только христиане, которые имеют сильное обетование Божие, очень часто помолятся за одного, за второго, за третьего, и когда не видят результата, все, складывай все обетования Божьи, а исцеление, ложи где-то их там, где-то далеко-далеко, все, мы это не верим, мы это не делаем. Почему? Мы пробовали. Пробовали. Иисус не пробовал на Христе. Он умер на Христе. И Он отдал Своё тело на Христе. И Иисус, это не проба, это просто Он есть Силитель. Это то, кто Он есть. И если я не верю в то, что это Он есть, то какое у меня есть основание верить, что Он есть мой Спаситель? Аминь. Наша вера в Него, в Его сердце, Его обетование, и Его Слово. Даже тогда, если по причинам незнанным нам что-то не получается, мы не закрываем это, и мы не перестаем верить, и не перестаем ходить в вере. Мы, наоборот, укрепляемся, постимся, молимся, ищем ли Господь, движется, присоединяемся к Божьему движению, чтобы это работало в нашей жизни и в нашей церкви. Аминь. Надежда на небо. Вера сегодня. Вера, которая приносит прорыв. Вера, которая приносит результаты. Сегодня. И мы видим это в жизни Израиля, что это была вера. Но, к сожалению, это не была вера израильтян. Это была вера Моисея. Израильтяне, они как решали все свои проблемы, это было ропотом. У них есть проблема, и они сразу роптали. И они думали, что ропотом можно все решить. И из этого ропота, и там их змеи касали, и там умирали, и там вообще такие проблемы приходили из этого ропота, потому что они не решали свои проблемы надеждой и верой. Они решали ропотом. Моисей, с другой стороны, общался с Богом. Господь ему давал откровение, давал ему видение, что и как делать. И мы должны понять, когда приходят проблемы в нашу жизнь. Спроси у себя, куда ты идешь? И второе, начни строить веру. Не просто молиться. Очень часто мы, как христиане, когда приходит проблема, мы кричим Богу. На всю истерику, просто давим. И мы думаем, что чем погромче, чем побольше слезы, как-то Бог это движет. Но мы должны понять, что Бог милостивый, Он милосердный. И даже когда у нас нету веры, и большой крик, и ропот, Он все равно помилует нас. Но Он хочет, чтобы мы были верующими. Не просто как название, а чтобы это было смысл в нашем духе, в нашем сердце. И каждый верующий, когда все хорошо. А когда у трудности, вот тогда верующий перестает быть верующим. И Господь хочет испытывать это. Помните, когда Иисус был с учениками в море, и был большой там ураган, большая буря пришла, Иисус спал снизу. И Библия говорит о том, что пришли ученики, и они... Они пришли к Иисусу, разбудили Его, и они начали, короче, там кричать. Мы умрем. Иисус, ты что? Что здесь так плохо? Иисус встал, знаете, когда человек встает, и там начинаешь кричать на Него, не сразу все понимает до конца. Иисус говорит, ребята, успокойтесь. Он пошел, установил эту бурю, и потом пришел к им. И я вам хочу, чтобы вы заметили, что Иисус не аплодировал их. Говорит, ребята, молодцы, что они не ушли с лодки, когда пришла буря. Молодцы, что к дьяволу не пошли, а вот ко мне пошли. Молодцы ребята. Он их обличил. Говорит, ребята, что с вами? Я, я Сын Божий, и в вас, в вашей лодке живу. Ну, что кричать? Говорит, где вера? Крик хорошо, но когда есть крик веры, а есть крик просто страха. И крик страха, он не притягивает Божье благоволение, он может притянуть Божью милость, но Бог хочет, чтобы был крик веры. Как у этой женщины, которая дочь, она бесновалась, там был крик веры. В Артемии это был крик веры. Но есть и крик неверия. Есть плач неверия. Когда Иисус приходит в дом, и у этого человека дочь умерла, и там люди плачут. Это не был плач веры. Это не был плач прикосновения Святого Духа. Это был крик и плач ропота, неверия и страха. И это Иисусу не нравится. И это не притягивает благословение Божие. Очень часто это притягивает просто демоническую атаку в жизни человека. Ропот. Это крик страха. Крик неверия. Моисей, он проявлял веру в самых трудностях. И Бог двигался. Аминь. Когда мы верим и хотим, чтобы Господь коснулся наших детей, коснулся нашей жизни, наших финансов, нашего тела, пусть будет крик. Этот крик, пусть будет крик веры. Лучше молиться пять минут с верой, нежели пятьдесят минут без веры. Лучше молиться две минуты, и чтобы эти слова вышли просто из глубокой веры, что Бог, я этого не понимаю, я не знаю, у меня нету никаких сейчас здесь идей, как из этого выйти. Все просто, все испытал, ничего не знаю, но Бог, я верю. Ты поможешь мне. Ты меня не оставишь. Ты меня просто проведешь через это. Я это верю. Аминь. Если молиться пятьдесят минут, и просто вымаливать все свои ропоты, потом ты почувствуешь лучше. Но это не притягивает Божью милость. Бог движется верой, а не нашей проблемой. Аминь. Последнее. Надежда о том, что мы идем на небо. Вера о том, что Господь хочет двигаться сегодня. И третье, которое я хочу подметить, это любовь. Но в истории израильтян там не было много любви к людям, к другим. Там, наоборот, было такое повеление от Бога, чтобы отделиться от своих других наций и отделиться от других стран, и не приближаться к им, чтобы они не повлияли на израильтян в негативном смысле. И, наоборот, повеление Бога было, чтобы уничтожить другие нации, чтобы просто истребить народ в Ханаане и другие народы, завоевать эти народы. И мы знаем, что израильтяне очень часто не завоевывали их. Они, наоборот, позволяли, что эти народы влияли на их в плохом смысле. И потом израильтяне теряли свое благоволение с Богом, и на их приходил гнев Божий и атака дьявола. Нас, наше задание сегодня не истреблять, это уже сделал дьявол. Не надо истреблять, это уже сделал грех. Люди, которые живут кругом нас сегодня, это люди, которые духовно мертвые. Их уже бить не надо. Их надо воскресить. Любовь, которую Павел говорит, она самая главная. Это говорится о том, что как христианин сегодня, у меня есть надежда, что я иду на небо. У меня должна быть вера в моих проблемах сегодня, что Господь проявится, Господь поможет. И третье, оно самое главное, по какой причине я сегодня на этой земле, это что я должен проявить любовь к людям, которые являются кругом меня. И любовь, это не просто дать кому-то подарок, заплатить за кого-то в магазине, бабушке помочь, поднять просто товар, когда она идет в магазин. Это все хорошо, это все имеет свое место. Но как христианин, любовь, это привести человека к познанию его спасителя. Если человек, он слепой, и он идет прямо, и есть обрыв, и он включил, врубил себе какую-то музыку, и ты вот просто из-за любви пришел и дал ему хат-даг, или дал ему какой-то сэндвич, и ты такой просто полной любви. А он идет в обрыве, вот сейчас просто впадет и умрет. А ты чувствуешь так хорошо, потому что ты его накормил. Ну и что толку? Ну это хорошо, что ты его накормил. Но с того, что ты его накормил, он разобьется и умрет. И очень часто мы как христиане, мы чувствуем, что вот мы вот помогли, кому-то убрали, принесли кому-то одежду. Это все имеет свое место. Иисус всегда об этом говорил, нашими делами. Это дела, это самое главное. Но мы должны понять, Евангелие, христиане, они сидели в тюрьмах, потому что они добрые дела делали. Они сидели в тюрьмах, потому что они не могли закрыть свой рот. Они говорили о Иисусе. Они говорили о спасении. Петра и Ивана не били, потому что они помогали старушкам в Иерусалиме, а потому что они не закрывали свой рот о том, что Иисус и Спаситель. И им говорили, что если вы перестанете проповедовать, перестанем вас бить. Делайте все, что хотите, но не говорите об этом имени. И очень часто мы как христиане думаем, что это правильно, и мы должны это делать еще больше и больше. помогать нищим, помогать нашим селениям, но мы должны понять, не это спасает людей. Это Евангелие, и это имя Иисуса, и кровь Иисуса Христа, которая спасает людей. Аминь. Добрые дела имеют свое место, но доброе Евангелие, но Евангелие, добрая весть, это для чего ты и я был оставлен на этой земле, и даже в этой стране, в Америке. Мы призваны для того, чтобы люди, кроме нас, они познали Иисуса Христа. Это не только в России, или в Африке, или в Мексике, или в Кюбе, или где-то в какой-то другой Индии стране, а это также и в этой земле. Мы призваны для этого. Интересно, сегодня, когда мы были в готеле утром, и когда люди, которые там выбирают готель, и которые, ну, служат там в готеле, я посчитал, пять национальностей в одной готеле, просто из работников, которые есть прямо там, здесь в готеле. Америка – это уже та страна, в которой есть все люди из всех стран. Очень часто мы думаем, чтобы евангелизировать, надо ехать туда. Есть некоторые страны, в которые мы не можем ехать. Туда нас не пустят. Но Господь сделал интересно то, что Он позволит, чтобы эти страны приехали сюда, и чтобы они были здесь, и чтобы здесь мы им, когда мы имеем свободу, принесли Евангелие. Это люди, которые мусульмане. Сегодня в Америке очень-очень много мусульманов, которые приезжают из разных стран. Они никого здесь не знают, и они как раз и нуждаются в Евангелии, и здесь они более будут открыты к Евангелии, которое видит, оно изменило эту страну и подняло финансово эту страну. Если мы придем в Евангелии туда, там не так оно будет эффективно, как здесь. Они здесь открыты, но очень часто мы закрыты к им. И мы готовы ехать туда проповедовать, а вот здесь через дорогу живет мусульманин. Ну, к нему, пусть его сам Господь спасает. Братья и сестры, Господь нас призвал и даже в этой стране приводить людей к Господу. Приводить наших соседей, приводить наших людей, с которыми мы будем работать, к Иисусу Христу, с людьми, с которыми мы ходим в колледж, приводить их к Иисусу. Для этого был послан Святой Дух. Дух Святой не был послан для того, чтобы просто у тебя обогатилась твоя молитвенная жизнь языками. Дух Святой не просто был послан, чтобы ты молился на языках и чувствовал сильное прикосновение Святого Духа. Не для этого. Если Бог для этого послал Духа Святого, Он бы сделал бы так, чтобы когда ты покалился, тебя убить и пойти прямо на небо, и там ты настолько будешь чувствовать Бога, что тебе хватит на всю вечность. Не для этого был послан Дух Святой. Дух Святой был послан для того, чтобы когда ты и я, принимающие Иисуса, чтобы у тебя появилась сила быть свидетелем. И назначение было не просто в Иерусалиме к евреям и к иудеям, а назначение было в Иудее, в Иерусалиме и по всему миру. И поэтому и пришли языки, потому что израильтяне, они не говорили на языках, которым они были призваны принести Евангелие. И Бог говорит, я коснусь вашего языка. Я помогу вам. Очень часто мы, как славяне в Америке, мы говорим, что, ну, не понимаем по-английски, ну, это не наша культура. Твой Спаситель, он не русский, он еврей. Твой Спаситель, Евангелие, это не славянское. Представьте себе, это не наш язык, не наша культура. Мы половину. Это вообще никакого прикосновения к нашей культуре не иметь. Но мы являемся христианами. Мы служим Ему. Мы не должны ограничивать Евангелие просто для нашей семьи или просто для нашей культуры. Бог болеет и хочет привести этот мир к себе. Если у вас есть дети и ваш один ребенок не служит Иисусу сегодня, я знаю одну вещь. Ваше сердце сильно болит. Вам больно. Некоторые из вас, вы отдали бы все, что вы имеете для того, чтобы ваш ребенок один покаялся. Я видел это на примере своих родителей. Я старший из пяти. У меня есть двое братьев и двое сестер. И все мои братья и все мои сестры, они упряжно служат Господу. У меня есть один брат, который кульгает, хромает. Хромает. У него, он служит, но он так служит и не служит. И было время, когда он залез в наркотики. И вообще просто какой-то бес в депрессии зашел, он ничего не хотел делать, просто сидел в компьютере, в видеогеймс, играл и все. Ничего, ни говорить к нему, ничего не проходило. И я видел, меня это касалось, но меня что более касалось, это боль моих родителей. Я даже было время, не мог быть дома, потому что настолько эта боль их давила. Моя мама пошла в пост 30 дней на воде. Ее нога распухла настолько сильно, что мы ее должны были вести в emergency. И доктор ей сказал, ты не можешь это делать, ты не можешь поститься больше трех дней. Твой организм, он не выдержит, ты просто можешь даже умереть. Посмотри, ее нога просто сильно испухла. И она не перестала. Я просто уверен, она шла на смерть для того, чтобы ее сын покаялся. Мне это настолько касалось сильно, я просто, я на своего брата хотел и злиться, и не знал, что делать, потому что я увидел, насколько боли принесла маме о том, хотя он ее не уважал, он делал такие плохие дела, но это больно было ей, потому что это ее ребенок. И я когда это видел, мне Господь начал приносить откровение, насколько больно ему за тех людей, которые ко мне, мне фиолетово о том, что в их жизни, по барабану, что, куда они идут, мне все равно. Но Божье сердце, ему больно. Мы это очень часто не понимаем. Почему? Потому что мы, когда далеко от него, мы не чувствуем этой боли. Мы смотрим на этих людей, но мы хотим их спасения, конечно, хотим. Но понимаем, что должны покаяться, чтобы жить. У нас есть совесть, есть какое-то тоже сожаление, но есть отцовская боль, есть материнская боль, это не сравнимо, это глубина такая, когда ты приходишь что-то близко, ты не можешь понять до конца. И поэтому, когда мы не имеем сочувствия к погибающему миру, нам просто надо приблизиться к Отцу. Надо приблизиться просто к нашему небесному Отцу. И когда мы заглянем в его сердце, и мы увидим печаль, мы увидим просто сердце, которое пошло на тот реванш, чтобы увидеть своего сына, убитого, этими грешниками, чтобы эти грешники, которые не уважают его, служат дьяволу, чтобы у них был шанс не означать, что они покаяться, что просто был шанс покаяться. Это в сердце нашего Бога. Это в сердце нашего Отца. И когда ты приближаешься, ты видишь это в его сердце, ты смотришь на людей по-другому. Не потому, что они достойны, не потому, что у них есть шанс спастись, но ты видишь, что Бог о тебе заботится, Бог тебя любит. ему больно, и потому, что я его люблю, мне тоже больно. И твое сердце начинает плавиться. И даже когда хорошо по-английски не понимаешь, культуры не понимаешь, может ты старший или молодой, а он вообще или старший, или молодой, вообще не твоего возраста, и не твои понимания, и вообще у тебя нет ничего общего, но у тебя есть сердце, которое болит. Оно не болит, потому что ты сильно духовный, но болит, потому что ты близко к отцу, и от твоего отца сердце болит. Если у тебя есть родственники, которые Бога не знают, я знаю, твое сердце болит. Это просто капля той боли, которую носит в своем сердце наш Небесный Отец прямо сейчас о всем мире. И представьте себе, какие очень часто отмазки мы даем ему, чтобы не помочь этим людям, о которых его сердце болит. Не понимаем, не знаем, не хотим. Работа, бизнес, у меня нет времени. Его боль, очень сильно. Я помню, когда моя мама, она просила, говорит, Володя, пожалуйста, помоги своему брату. Я говорю, мам, я помогаю. Я его тащу в церковь, на ячейку, это все, я с ним говорю. И я начал с ним общаться больше. Начали его даже вести и к тебе, Джаш, чтобы Господь проявил свою милость. И я это все делал только по одной причине. Не потому, что я даже хотел, чтобы мой брат изменился. Я хотел это. Но не так сильно, чтобы найти на эти риски, а только потому, что я видел сильную боль в сердце моей матери. Приходил иногда домой, и мы просто не могли. Там просто как депрессия сидела, потому что я видел печаль. Я видел, что она просто все хотела, чтобы он получил спасение. И мне это было очень-очень больно, потому что я свою маму и свою папу сильно люблю. И это мне сегодня напоминает, что когда я напоминает, когда я прихожу в молитву, что Бог хочет, чтобы я просто почувствовал. Эта боль, это не приносит депрессии. Эта боль, она не приносит, она не ломает, она не делает тебя просто сумасшедшим. Она просто высвобождает твое сердце от эгоизма и гордости. И ты начинаешь просто жить не для себя, а ты начинаешь жить для людей, за которых Иисус не просто жил, а отдал свою жизнь. Он умирал за русских. Не был русским. Он умирал за американцев. Он умирал не только за евреев. Он умирал ради всех. Аминь. Я хочу, чтобы сегодня ваше сердце оно коснулось Божьего сердца. И чтобы ваше сердце оно расплавилось. У нас есть надежда, мы идем на небо. У нас есть вера. Божье помазание и сила будет двигаться в нашей жизни. Но мы должны понять, что предназначение нашей жизни на этой земле, предназначение пришествия Святого Духа это спасение людей. И вы это верите. Я это верю. Потому что если есть неверующий родственник, вы сильно молитесь за него. У Бога семья чуть-чуть больше, как просто пять или шесть детей. Все люди, которые живут на этой земле это его творение. И он за их очень сильно переживает. И очень сильно их любит. Давайте мы поднимемся. я хочу, чтобы ты сейчас просто попросил у Господа, чтобы он коснулся твоего сердца тем, что в его сердце. Я знаю, что многие из вас, вы молитесь, может, за своих родственников. И вы это знаете. О том, что я сейчас только тронул. Это просто бездна. не просто переживание. Хотя даже вы отдали это в руки Господа. Но это просто та боль, которую никто не может понять. Вы это знаете. И вы знаете то, что чувствует Господь к погибающему миру. Я знаю, очень часто мы говорим, что вот если я спасу своего ребенка, тогда буду спасать мир. Для чего спасать мир, если семью не спас? Но Бог однажды сказал Иову молиться о своих друзьях перед тем, когда Господь дал прорыв его жизни. Бог сказал Аврааму, иди молись за жен в палаце филистимлян. Для того, и перед тем, как твоя жена, она зашнет ребенка, Господь хочет, чтобы мы переживали. И чтобы наше сердце, оно просто трещало по швам о людях, которые не знают его сегодня. Я хочу, чтобы положи сейчас свою руку на свое сердце. И будем молиться, чтобы Господь сейчас наполнил твое сердце и своей любовью к погибающему миру. Открой свои уста сейчас. Начни просто молиться. Начни просить Господа, что Господь, дай, чтобы в моем сердце было сожаление к людям, которые не знают тебя. Дай мне познать цену твоих страданий. Дай мне познать предназначение пришествия Святого Духа на эту землю. Господь, наполни мое сердце твоей любовью. Наполни мое сердце твоим состраданием. Наполни мое сердце смелостью, Господь, чтобы не бояться, не стыдиться, Господь, говорить о тебе. Наполни мое сердце, Господь, это ревностью, Господь. Ты пошел на крест. Дай мне иногда, Господь, открыть свои уста и не просто говорить о погоде или о футболе. Не просто говорить о бизнесе или финансах, но тоже говорить о том, что изменило мою жизнь. Говорить о том, что Ты сделал в моей жизни, дорогой Святой Дух. Мы просим Тебя, чтобы Ты коснулся наших сердец. Расплав наши сверца, Дух Святой. Я прошу, чтобы наше сердце, чтобы оно просто как лед растаяло в Твоей любви. И чтобы мы поняли, Господь, что мы на этой земле, как церковь, не для того, чтобы просто перетягивать людей из другой церкви. Мы не для того, Господь, чтобы просто церковь росла. А мы для того, чтобы погибающий мир, Он находил Тебя. Чтобы дети, которые сегодня потеряли, творение, которое ушло от Тебя, и которое Тебя не знает, и которое в обощрении дьявола, чтобы они получили спасение, и чтобы они, Господь, получили оправдание в крови Иисуса. Дорогой Господь, я прошу Тебя за каждого человека. Я прошу Тебя за каждое сердце на этом месте. Я прошу, коснись наших сердец. Я прошу, пусть растает лед в наших сердцах. Пусть гордость, пусть эгоизм, пусть все то, что мы, все о нас, и все о нас, пусть это растает. Пусть поднимется любовь в нашем сердце. Твоя любовь, которая будет двигать нами. Твоя любовь, которая будет наполнять наши уста милостью и благодатью. Твоя любовь, которая будет давать нам смелость и изгонять всякий страх, Господь, чтобы приносить Евангелие погибающему миру. Американцам, к мексиканцам, Господь. К красным людям, которым мы сегодня окружены в этой стране. К мусульманам, к мормонам, к эгоистам, Господь. К людям, которые потерялись в католической церкви, Господь. Люди, которые даже ходят в церквях, но они не знают Тебя. Дай нам сегодня эту любовь. Дай нам сегодня это влияние Святого Духа, Господь, чтобы прикасаться к этим людям во имя Иисуса. Если сегодня Ты есть на этом месте, и у Тебя есть дети или родственники, которые не знают Господа. Я хочу, чтобы мы сейчас просто помолились. Если у тебя есть эти люди или друзья, которых ты знаешь, которые нуждаются в спасении. Я прошу, подними свою руку сейчас. Будем просто вместе молиться. Давайте мы сейчас закроем наши глаза и просто мы не принесем эти молитвы сейчас, чтобы Господь коснулся их. Я хочу тебя сегодня ободрить, чтобы Бог любит этих людей сильнее, как ты их любишь. Бог отдал все, чтобы эти люди получили спасение. Чтобы твой сын, твоя дочь, твой папа, твоя мама и твоя подружка или твой друг, чтобы он познал. Открой все свои уста. Нашли просто просить. Скажи, Господь, прояви свою милость. Скажи, Господь, я знаю, ты их сильно любишь. Я знаю, Господь, ты сильно переживаешь за их. Я знаю, ты хочешь поднять их. Я сейчас прошу тебя во имя Иисуса. Я выступаю против всяких бесов и всяких дьявольских оков. Я выступаю против всяких планов дьявола сегодня, которые он хочет использовать, чтобы разрушить их жизнь. Во имя Иисуса, Господь, да проявится милость Твоя. Да проявится Твоя благодать в их жизни, Господь. Коснись их, Дух Святой, приведи их к Тебе, Господь. Пусть придет исцеление ихней души. Пусть придет разрушение всяких проклятий в ихней жизни, Господь. Пусть всякие бесовские цепи, они рухнут в ихней жизни во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О, Дух Святой, я прошу Тебя, пусть Твой ветер, он двинется в ихней жизни. Пусть Твоя помазание, оно двинется в ихней жизни. Пусть придет спасение, Господь, там не есть грех. Пусть придет спасение, Там есть оковы дьявола. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, мы уповаем на Тебя за Твое спасение. Мы знаем, что наша дисциплина и наши слова, они беспомощны без Твоего помазания, без Твоей славы, без Твоей милости и благодати, драгоценный Святой Дух. О, драгоценный Иисус, двинься сегодня, коснись ихней жизни, коснись ихней жизни, Господь. Коснись и принеси Твое спасение, дорогой Господь. Дорогой Святой Дух. Аллилуйя. Опустите свои руки. Я хочу сейчас, чтобы мы помолились. Если в нашей жизни, сегодня мы проходим это полпроще земной, есть болезни или просто есть финансовые неудачи, проблемы, чтобы мы сейчас просто высвободили нашу веру и сказали Господу, что Господь, Ты мой целитель, и Ты тот, который о мне заботишься. Я не хочу, чтобы мы просто напомнили Богу, что у нас есть проблема. Он об этом знает. Я хочу, чтобы мы напомнили Богу, что у нас есть вера. Бог знает, у тебя есть проблема. Но ты должен сегодня напомнить Ему. Не потому, что Он забыл, а для себя и для него, и для дьявола, чтобы он услышал, что у тебя есть вера, что твой Бог за тебя, и он тебе поможет. Он тебя выведет, он тебя проведет, и он тебя никогда не оставит, и он всегда будет вместе с тобой. Если у тебя есть нужда, болезнь, или просто трудности сегодня, ты пришел в столкновение в твоей жизни, просто подними свою руку, где ты сейчас стоишь, и мы сейчас просто вместе будем молиться. Давайте, церковь, мы сейчас поднимем этих людей на руках, молитвы. Дух Святой, я прошу тебя, чтобы ты двинулся сегодня. Я прошу тебя, чтобы ты коснулся тех, которые сегодня больные, сегодня на этом месте во имя Иисуса. Я прошу тебя, там, где есть рак, или там, где есть болезнь, там, где есть артрит, или там, где есть проблемы с глазами, там, где есть проблемы с ушами, Дух Святой, я прошу тебя, чтобы твое помазание прямо сейчас оно коснулось, чтобы наше тело, оно было храмом, чтобы оно не было просто заражено всякой болезнью, но чтобы там был Господь, Твой свет и Твое помазание прямо сейчас. Мы выходим против всяких оков дьявола, против всяких нападений дьявола именем Иисуса. Мы разрушаем эти оковы сегодня, любые проклятия или любые наведенные атаки на жизни этих людей во имя Иисуса. Пусть они разрушатся сегодня. И пусть Твое исцеление, и пусть Твое прикосновение прямо сейчас, Господь, пусть оно коснется их. Мы открываем наше сердце и нашу веру перед Тобою. И мы говорим сегодня вслух небу. И вслух земле о том, что Ты наш целитель, о том, что Ты наш спаситель, и что Ты тот, который заботишься о нас. Я прошу Тебя за тех, которые сегодня Господь имеет финансовые проблемы. У тех, которые сегодня очень трудные проблемы в финансах, или в бизнесе, или в работе, Господь, я прошу Тебя, как Ты принес манну каждый день, пусть придет сверхъестественное чудо в их жизни во имя Иисуса. Пусть придет Твой прорыв. Пусть придут открытые двери, Господь. Пусть придет Твое благоволение, Господь. Пусть придет умножение хлебов, Господь. Пусть придет Твое помазание, которое разрушит всякие оковы, Господь, бедности. И пусть придет просто благоволение и благословение во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. О, Святой Дух, мы уповаем на Твое помазание прямо сейчас. Мы надеемся на Тебя. Мы принимаем Твою милость, Господь. Мы принимаем Твое благословение прямо сейчас. Мы отпускаем нашу веру в Твою милость и в Твое благоволение. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И последнее, о чем я хочу, чтобы мы сейчас помолились, чтобы мы не просили об этом, но чтобы мы просто поблагодарили Господа о том, что у нас есть надежда о спасении. Если ты есть на этом месте сегодня, и у тебя этой надежды нету, и ты не спасен, и ты знаешь, что, не дай Боже, что-то случится сегодня после служения, ты не знаешь, куда ты попадешь. И ты хочешь отдать свою жизнь Иисусу. Может, ты ушел от Господа. Может, за Тебя молятся и даже постятся, а ты просто как упрямый и не хочешь служить Господу. Не жди, пока ты умрешь, это будет поздно. И ты можешь умереть в любое время. Но ты не служишь Господу из-за смерти, ты служишь Ему, потому что Он убил за тебя. И Божье сердце болит за тебя. Не для того, чтобы тебя скрутить, поломать и придавить, а для того, чтобы тебя исцелить, спасти и поднять. Мы сейчас будем благодарить Господа за надежду о вечности. Но если ты не имеешь этой надежды, во время нашей благодарности, я прошу, чтобы ты вышел из своего места и пришел наперед. Мы за тебя помолимся. Господь спасет тебя. Господь даст тебе новое сердце. И Господь тебе даст новый шанс. Церковь, давайте мы поднимем сейчас наши руки. Мы просто будем благодарить Господа. Если ты знаешь, ты идешь в вечность, открой сейчас свои уста. Просто начни благодарить Господа. Если ты не знаешь, куда ты идешь, и твое имя не записано в книге жизни, и сегодня ты хочешь отдать свою жизнь Иисусу, я тебя прямо сейчас призываю, ты должен отдать свою жизнь прямо сегодня. завтрашний день никому не гарантирован ты не знаешь когда твоя жизнь окончится и иисус отдал свою жизнь за тебя и сегодня твое время когда господь хочет коснуться тебя твое сердце бьется в четыре раза быстрее потому что бог сегодня касается твоего сердца и бог тебя сильно любит давайте мы сейчас прославим имя иисуса церковь о господь мы благодарны тебе сегодня за твою милость мы благодарны тебе господь за твою за эту надежду которая есть в нашем сердце мы благодарны тебе господь за эту надежду который ты поселил и сегодня мы не будем эту надежду держать это в нашем багажнике господь мы будем благодарны тебе каждый день что мы уйдем из этой земли и мы будем славить тебя вечно господь и на этой земле это поприще мы будем проходить верно в вере и в твоем духе святом господь мы уповаем на тебя мы нуждаемся в тебе мы благодарны тебе и драгоценный Иисус, что драгоценной кровью и Твоими страданиями Ты приобрел наше спасение и Ты дал нам эту надежду и что мы каждый день можем жить и с ожиданием не к смерти, а к вечной жизни мы благодарны и благодарны Тебе, драгоценный Иисус, за Дух Святой и за эту надежду, за эту веру и за эту любовь, которую Ты вселяешь в наше сердце благослови эту поместную церковь, благослови пастырей, благослови служителей Господь, благослови видение этой церкви Господь, благослови каждого прихожана и каждого члена этой церкви Господь, пусть Твоё благоволение пребудет на их жизни, мы просим всё это во имя Твоего Сына Иисуса Христа, и на церковь сказала Аминь Присаживайтесь, пожалуйста Не уходите, пожалуйста, подождите одну минуту Мы сейчас сделаем сбор У нас два дня была конференция молодёжная И там молодёжь принимала гостей, кормили за свой счёт два дня И супы были, и чаи были, и сладкое, и вкусное Поэтому мы сейчас сделаем сбор, мы покроем все молодёжные расходы И благословим служением Бората Владимира Поэтому давайте, пожалуйста, можно не спешите Не спешите, достаньте свои кошельки Хорошо? И сейчас сделаем сбор Пусть Господь благословит всех нас Я думаю, что вы сегодня были благословлены Божьим словом Да ничего Хорошо Кто из вас что-то сегодня получил? Мы получали уже третий день Поэтому тот, кто не приходил вчера, вы чего-то недополучили Хорошо Значит Несколько объявлений У нас сегодня вечером будет